Икра, платформа Ваикра, знаем таких, учат Тору они прям 5 лет уже подряд, уже стали профессионалами. Все, уже на небе нас знают, так что можете спокойно, если что-то нужно, просите, говорите. Я на Ваикре учу Тору и, как говорится, стучите, вам откроют, это уже вчерашний день. Стучите и знайте пароль. Стучат вы кто? Мысла Икра, все, заходите. Итак, дорогие друзья, сегодня третий день, третий день недели, да? Казалось бы, только вторник, а уже третий день недели. Глава, которую мы изучаем, глава называется БО, значит, глава, глава БО, третий день. Третий день, начать запись. Все. Значит, это уже развязка. Это уже развязка, значит, Мошера Бену приходит в Египет и говорит еврейскому народу, который был к тому времени уже 210 лет в египетском рабстве. Говорит, все, меня Бог послал, рабство заканчивается, я вывожу вас и веду вас в страну, текущую молоком и медом, который Бог подклялся вашим отцам. Аврааму, Цхаку и Якулу. Вредский народ говорит, ну, хорошо, дождались. Он идет к фараону, говорит, отпусти, я тебе передаю от Бога, отпусти, народ мой. На три дня в пустыню будут они мне служить, приносить жертву. Фараон не отпускает, 10, Всевышний делает, как и обещал, 10 казней египетских для того, чтобы показать, что он Бог, чтобы мы поняли, что в этом мире нет никого, кроме него и что он единственный, кто этим миром управляет. И вот, значит, девятая казнь была темнота. Такая темнота, что три дня не было ничего видно, потом три дня невозможно было даже двигаться. Эта темнота была ощутимая, она была, как сказать, физически ощутимая, да, темнота, которая не просто не была видна, еще нельзя было двигаться. И позвал паро Машер-Абейну и сказал, ладно, говорит, идите, служите Богу, только ваш скот, он здесь останется, а детей можете взять. Значит, опять же, фараон был в плену своего идолопоклоннического восприятия. Он делил этот мир на добро и зло, на плохое и хорошее, и думал, что есть силы, которые управляют злом, силы зла, есть силы, которые управляют добром, силы добра. И он, когда спрашивал Машер-Абейну, кто пойдет, он исходил из этого. Если это силы зла, тогда детей нельзя вести, нужно вести скот и убивать его, приносить жертву, потому что силы зла, они питаются кровью, смертью, злом, вот они такие, знаете, демоны. Но детей нельзя туда вести, потому что, ну, чтобы дети не погибли. Если это Бог добра, силы добра, тогда наоборот, идут дети, идут женщины, все радуются, пляшут, это добрый Бог, значит, не нужно приносить жертву скот. И поэтому фараон ему говорит, все, идите, говорит, но скот оставьте. И сказал Мошер-Абейну, говорит, и ты, говорит, дашь нам жертвоприношение, жертвоприношение. И мы принесем скот в жертву Богу Всесильному нашему. В Эгам, и говорит Мошер-Абейну, и так же стада наши пойдут с нами, не останется ни одного копыта здесь. Пойдем мы все вместе служить Богу Всесильному нашему. И мы не знаем, как мы будем служить Богу, пока мы не придем туда, в пустыню, где он нам скажет, как ему служить. Значит, Мошер-Абейну отвечает, что у нас Бог один, нету добра, нету зла, есть Бог, и все, весь этот Бог, он хозяин мира, он определяет, что такое добро, что такое зло, что можно делать, что нельзя делать. Он, как царь, единовластный правитель, мы не знаем, что он от нас попросит, и поэтому мы пойдем все вместе. И дети, и взрослые, и скот, все мы пойдем в пустыню. Действительно, смотрите, что получается. Я вот до этого не думал. Бог Аврааму, Авраам это был первый еврей, и он искал путь к Богу, он искал. Он прямо хотел понять, хотел присоединиться к тому, кто создал мироздание. И он искал, в итоге он нашел, что ему говорит Бог. Первое. Лех, лоха, миар цеха, иди себе из твоей земли, из твоего города, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И не сказал, куда. То есть, Бог, он, он, это называется испытание Авраама, но мы видим, что здесь был сигнал, вот именно такой противоречивый. То есть, отсюда уйди, куда прийти, не скажу. В итоге, десятое, самое сложное испытание Авраама было вообще очень противоречивый сигнал. Он ему сказал Бог, что сына, которого я тебе дал, о котором я тебе обещал, что через него будет тебе потомство, его потомство наследует землю. И убей его. Убей его. То есть, Бог, который Аврааму всегда до этого говорил, что главное это добро, нельзя никому делать зла. Что самое большое зло это человечество и жертвоприношение. И Авраам всю жизнь проповедовал от имени доброго Бога, который говорит, что нельзя приносить жертву детей. И тут ему этот Бог говорит, принеси в жертву своего сына Исхака. И Авраам берет нож и хотел уже Исхака принести в жертву, его остановил Бог. Теперь, поэтому Машарабену, он же не знает, что ему Бог сказал, иди и от моего имени говори. Но что дальше будет, Машарабену не знал. И он абсолютно честно говорит фараону, он говорит, мы пойдем, нам Бог сказал всем выйти, значит, мы все вместе пойдем. Значит, и мы не знаем, что будем делать, пока Бог, пока мы не придем туда, и Бог нам не скажет на месте уже, что нам делать. То есть, у нас такой Бог, Бог хозяин, Бог хозяин мироздания. Он мироздание сотворил, его мир, мы его, значит, что скажет, то будем делать. И усилил Бог сердце фараона в этот момент, то есть, фараон в этот момент получил нетий сигнал. Сердце это мышление, он получил, как бы, от Всевышнего нетий сигнал, который здесь передается словами, что он усилил сердце фараона. Что значит усилил? Вы знаете, человек бывает, бывает у него ситуация в жизни, и он думает, вот идти мне туда или не идти. Идти мне туда или не идти, да, там, например, в армию. Вот я, честно говоря, не представляю, да, вот человека, ему говорят, все, давай, пришло время идти тебе в армию, мобилизация. Вот тебе автомат, вот иди сейчас, иди убивай. Значит, он говорит, ну, я, может, я бы не хотел бы, как бы, я, может, не согласен с этой войной. Ну, к примеру, ему говорят, какая, ты че вообще, или иди убивай, или сейчас на 10 лет в тюрьму. И вот здесь у человека, у него в сердце огромный, сложнейший, тяжелейший выбор. Он такой, а-а-а. И вот тут вот, смотрите, тут написано, у фараона был в этот момент выбор. Он мог сказать, слушай, идите уже отсюда, идите, служите своему богу, че вообще я вас держать буду. Ну, да, я фараон, но у меня весь едипит мой. Ну, чего я буду сейчас цепляться за этого Машерабейну, там, эти евреи, рабы. Уходите, все, забирайте, все, уходите. Вот у меня в книжке, в летописи написано, мой там дедушка фараон вас пригласил в гости, потом забрал другой там фараон, забрал вас в рабство, а я вас отпускаю, как Авраам Линкольн, например, да, он устроил гражданская война в Америке, и он говорит, надо освободить, значит, негров из рабства. Все, гражданская война, эти южане говорят, мы не отпустим, северяне, северные штаты, давайте, негры, равные права, отпускайте их, значит, отпускайте их из рабства. Все, отпустили, отпустили, но южные штаты потом, они еще до где-то 1950 года не давали черным афроамериканцам в Америке, не давали равные права с белыми, там был Куклус-клан, вот эти все истории, да, то есть у фараона был выбор, он мог сказать, уходите, но написано в Айхазек, и усилил бок сердца фараона, вы луавали шалхам, и он не захотел их выслать, не хотел, все вот, значит, опять же, сейчас очень похожая ситуация, очень похожая ситуация, я вчера как раз смотрел один фильм, который, ну вот буквально там 21 или 20 года съемка про Москву, все, вообще западная страна, все вообще, все прекрасно, все работает, все хорошо, ну вообще, зачем нужна эта война, ну просто зачем, нет ни одного логического доказательства, зачем нужно было начинать эту войну, страдает весь мир, весь мир сейчас страдает из-за одного вот такого фараона, но мы видим, что видите, что здесь что написано, и усилил бок сердца фараона, написано в Мишле, что, что лэм лахим баят ашем, что сердца царей в руках бога, может быть, мы здесь видим, что фараон, если бы бог его не усилил сердца, он бы отпустил, но бог специально, оп, говорит, стоп, значит, еще, еще не закончен процесс, и не захотел он их выслать, и сказал ему паро, когда его сердце усилилось, он сказал Машерабейну, лэх мала, иди отсюда, он ему говорит, уйди от меня, и шамер леха, он говорит, я, остерегайся очень, чтобы не увидел я больше, чтобы не увидеть больше тебе моего лица, потому что в день, когда увижу я тебя, ты умрешь, фараон его угрожал ему, да, угрожал, значит, Машерабейну говорит, почему он его не убил лично, да, он не мог, он не мог. А, вот смотрите, еще интересно, почему еще разозлился фараон, объясняет Малбиум такую вещь интересную, ведь фараон сказал ему, я тебя отпускаю, то есть фараон в этот момент, он, я помню, у нас был конфликт, какой-то такой небольшая ссора с женой, и я, значит, думал, что я прав, ну, как всегда в ссоре человек думает, что он прав, но потом я думаю, ну, шалом же важнее, шалом же важнее, и я ей послал сообщение, что, типа, давай помиримся, я извиняюсь, там, все, в общем, давай помиримся, думаю, надо быть умным, а не правым, прям послал ей такое сообщение, и думаю, ну, вот я молодец, думаю, какой я молодец, вот эти шалом сделал, и не пошел за своей, там, какой-то гордостью, какой-то это самое, она, значит, все, и тут она спускается, и продолжает со мной ругаться, и меня это, вот, меня это просто обидело дико, вообще, а оказалось, что она не прочитала просто мое смс это, и, значит, она не знала, что я решил умириться, она продолжала со мной ругаться, и вот, значит, что мы здесь видим, Малгем объясняет, почему фараон, он, как бы, не взбесился, но он очень сильно на Машарабейну возмутился, да, говорит Малгем, он ему сказал, уходи отсюда, потому что он-то до этого, что он сказал, уходите, только скот оставьте, он вообще позаботился, он, наоборот, он уже сделал все, что от него просили, по его мнению, и в этот момент Машарабейну говорит, нет, говорит, мы все пойдем, то есть Машарабейну, как бы, проявил, с его точки зрения, с точки зрения фараона, Машарабейну начал нести уже отсебятину, Бог ему не сказал, что весь скот давайте, и, действительно, Маше сказал, я не знаю, что Бог от нас потребует, может быть так, может быть так, это было уже, как бы, от имени Машарабейну, его, как бы, лично, что мы все заберем, а фараон, он, он, как бы, выполнял приказ Бога, что Бог ему сказал, отошли народ мой, и будут мне служить, фараон говорит, идите, я вас всех отпускаю, уходите, Машарабейну говорит, нет, мы со скотом пойдем, и тут фараон вообще возмутился, он говорит, что это вообще такое, почему этот Машарабейну несет отсебятину, вот это вот то, что Малкорин объяснил, на первый взгляд это не видно, значит, и сказал Бог Муше, еще есть одна, один удар, одно наказание, переведуя на фараона и на Египет, и после этого он отошлет вас отсюда, значит, Игореш, Игореш, то есть он выгонит вас отсюда прямо быстро и моментально, пойди скажи в народу, народу Израиля, чтобы взяли они человек у соседа и женщина у соседки, серебряные и золотые изделия, чтобы они пришли к египтянам и сказали, дайте нам серебряные и золотые изделия, и даст Бог приятность в глазах египтян, то есть Бог так сделает, что египтяне захотят дать эти серебряные и золотые изделия, и Гам Аиш Муше, и уже был Муше очень Иш Гадоль, он был великий человек в земле египетской, в глазах рабов фараона и в глазах народа, то есть весь народ, приближенный фараон, они видели чудеса, которые происходили по велению Маше Рабейну, кто-то поверил в Бога, с еврейским народом вышло очень много египтян, кто-то думал, что Маше Рабейну великий маг и колдун, мы знаем из Талмуда, что когда Аман рассказывал Ахашвирошу о том, что надо уничтожить еврейский народ, он упоминал, он говорит, был у них великий колдун Маше Рабейну, который море раступилось и так далее, то есть для человека, не верующего в Бога, то для него все эти чудеса, которые делал Маше Рабейну, это значит, что Маше был великий маг и колдун. Теперь Маше Рабейну очень сильно уважали, и Бог специально сделал, чтобы дали египтяне золото и серебро, на просьбу дайте нам золото и серебро взаймы, мы идем сейчас служить Богу в пустыню. Вот здесь интересно, что действительно, насколько все очень правдиво в мире, хотя на первый взгляд может показаться, что что-то неправильно. Значит, 210 лет еврейский народ был в рабстве, в египетском им не платили за их работу, то есть рабы работают, им не платят. Теперь, значит, но это несправедливо, это же нечестно, у них забрали все имущество, и в итоге, в итоге, значит, Бог так сделал, чтобы подровнять, подровнять вот этот счет, и когда уходили из Египта, то они взяли, каждый взял именно то, что ему причиталось за его работу, за его работу, за работу его родителей, 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 то есть если бы эта семья, свой заработок, вот знаете, как интересно, в Советском Союзе же была какая-то ситуация, что люди действительно работали, что-то создавали, изобретали, но им не платили за их труд, то есть было каждому, ну платили примерно плюс-минус всем одинаково, были великие изобретатели. Вы знаете, что, например, фильм «Бриллиантовая рука», его посмотрели в Советском Союзе, там я какую-то цифру видел, не знаю, там 500 миллионов раз, или там миллиард раз. Создатели фильма, если бы это был голливудский фильм, то они стали бы миллиардерами, то есть те, кто создавали этот фильм, то это как Стивен Спилберг был, да, это был «Бриллиантовая рука», один из самых популярных фильмов. Фильм, например, который крутили всегда все годы перед Новым годом, назывался он «Ирония судьбы» или с легким паром, да. То есть все вот эти вот актеры, если бы это были как в Голливуде актеры, и столько крутили их фильмы, то они были мульти-мультимиллионеры. Но в Советском Союзе что? Ничего. То есть мы видим, что в мире есть некий процесс, который нам кажется на этом этапе несправедливым. Например, человек там ворует миллион долларов, да, он украл миллион долларов, вот у него чемодан с миллионом долларов в руках. Он говорит, вау, есть, заработал, получилось. Потом буквально проходит несколько дней, его поймали, посадили на 10 лет в тюрьму. Где этот миллион долларов делся? То есть он как бы его в руках подержал, потом за него расплачивается. То есть в этом мире есть огромная справедливость, и он идет причинно-следственная связь, там на Востоке это называют кармой, но мы не всегда видим все вот эти вот, вернее, мы никогда не видим, не видим все закономерности вместе. Как говорил царь Соломон, он говорил в Экклезиасте, что написано так там, что Бог дал мир в сердца людей, как бы по кусочку. Олам это написано без вала, так по куску. Каждый видит маленький кусочек. И нет человека, который видел бы от начала и до конца всю картину. Такого нет человека, потому что невозможно. Если мы возьмем любую ситуацию и начнем распутывать клубок, распутывать клубок, значит, каждого человека, как он туда попал, ну и такие иногда бывают вещи, ну удивительные, да? Хорошо. Ну ладно, друзья, удачи всем, чтобы Всевышний дал каждому, в зависимости от его намерения, постигнуть волю Всевышнего, понять Всевышнего, чтобы каждый дал, чтобы Всевышний дал каждому из нас, открыл именно все, что должно открыться. И в заслугу того, что мы учим Тору и соблюдаем заповеди, чтобы Всевышний услышал наши молитвы, и чтобы выполнил все запросы нашего сердца для нашего добра. И у меня большой запрос, чтобы был мир, очень хочется опять спокойно ездить. Помните, как было это? Действительно удивительно. Вначале был коронавирус, 20-й год, перекрыли. До этого была свобода передвижения, потом бах, коронавирус, все перекрыто. Теперь еще больше мир разделяется, сложнее двигаться. Ну то есть удивительная вещь. Мы живем в какую-то такую переломную эпоху, и надо молиться, чтобы был шалом. То есть, чтобы был шалом, чтобы был мир, чтобы было спокойствие, чтобы можно было спокойно жить, работать, зарабатывать, служить Всевышнему. И значит, чтобы Всевышний услышал наши молитвы. Все, всем удачи, успехов, до завтра.